Всем привет! Меня зовут Мария Мироневич и вы на канале Как похудеть и вы на моей кухне. А это значит, что мы с вами будем готовить что-то простое, вкусное и, конечно, летнее, потому что по-прежнему с нами лето, а это значит вкусные сочные овощи, которые мы с вами сегодня и приготовим. Готовить будем томатики, но мы не будем делать с вами салат, а сделаем намного-намного вкуснее. И я уверена, что этот рецепт вам очень полюбится. Начинаем! Нам понадобится 3 томата, каждый из них весом около 200 грамм. Можно брать больше, меньше не надо и обратите внимание, что слишком спелые не нужны. Теперь с этой стороны мы срезаем крышечку. Вот так. Томат у меня не сильно спелый, это хорошо. И с помощью ложки удаляем серединку. Хорошие, сочные астраханские томатики, то, что нужно для вкусного ужина. И мякоть из каждого томатика сразу отправляем в сковороду, потому что нам эта мякоть понадобится. Мы ее будем использовать для приготовления соуса. Все наши чашечки, как вы видите, готовы. И у меня получилось 2 вот таких крупненьких кусочка мякоти томатной. Поэтому я ее просто с помощью ножика измельчу. И тоже отправлю на сковородку. Еще нам понадобится половинка сладкой молодой луковицы. Нарезаю ее сначала дольками, а затем меленьким кубиком. Половинку сладкого красивого перчика. Сначала режу на полосочки. Перчик нарезаю тоже меленьким кубиком. Я уже включила газ на среднюю степень. Добавляю столовую ложку растительного масла. Больше совсем не нужно. И добавляю перчик и лучок. Сейчас все это дело перемешаем. Ну и ждем, пока овощи начнут у нас немножечко пассероваться. У нас с вами ужин, поэтому добавим еще куриное филе. На 3 некрупных помидора я взяла 100 граммов курочки. Больше не нужно. С помощью обычного ножа делаем с вами по сути рубленный фарш. То есть мелко-мелко нарубаем курочку. Соединяем курочку с овощами. И сразу прицаливаю. И перчу тоже по вкусу. Теперь нам необходимо все хорошенько перемешать. 100 граммов твердого сыра. У меня сыр чеддер. Натираю на мелкой терке. Кстати, лайфхак для того, чтобы сыр было натирать проще. Положите его на 5-10 минут в морозилку. Все тогда станет намного проще и удобнее. Он не будет сминаться и резаться как масло. Начинаем главное действие. Сковороду я уже сняла с огня. Начинка готова. И аккуратно беру ложечкой и отправляю начинку в наш томатик. Начинку я утрамбовываю с помощью ложечки. И добавляю, конечно же, сыр. Это будет просто вкусно, сытно. Еще немного зеленого лука. Очень красиво, мне кажется, уже. Накрываем крышкой. И сейчас на тарелке продолжим нашу работу. Остается нам все это дело зафиксировать, чтобы во время приготовления крышечка у нас никуда не уехала. И все приготовилось вместе так, как мы с вами и хотим. Крышечку я закрепила с помощью одной зубочистки, которую сломала пополам. И теперь каждую помидорку таким же образом начиняю начинкой, сыром и зеленью. Томатики я нам фаршировала. Теперь добавляю 50 мл воды. В оставшуюся начинку это очень хорошо, потому что нам для томатиков нужен соус. Еще немного присаливаю. И еще немножечко перчу, потому что томаты сладкие и нежные, а перчик будет создавать такой остренький акцент. Сейчас я прибавила огонь. Наша задача закипятить наш соус. Ура! Наш соус закипел. Самое время отправлять наши томатики в сковороду. Кладем их на нижнюю часть. Крышечки у нас так и остаются сверху. Готовить будем на среднем огне. Теперь оп! Накрываем крышечкой. И оставляем на 5 минут с одной стороны. Теперь нам предстоит нашу красоту перевернуть. Делаем это аккуратно, чтобы крышечка осталась на месте. Есть! Первая помидорка готова. То, что она треснула, смущаться абсолютно не стоит, потому что помидорки, они такие нежные. И поэтому блюдо получается невероятно вкусным. Благодаря соусу получаются действительно такие запеченные томаты с пряной начинкой, а не вареная помидорка. Итак, нам нужно подождать еще 5 минут, поэтому накрываем их крышечкой и ждем 5 минуток. 2 минуты уже прошло. И теперь вступает в студию сыр, которого мы с вами натерли 100 граммов. И сделали это совсем не просто так, а для того, чтобы наши помидорки были невероятно вкусными. Ну и, конечно, сыр еще добавит этому блюду сытости, потому что, ну, помидоры, они, правда, очень легкие. И обязательно всю эту красоту щедро тоже посыпаем зеленью. Очень красиво, вкусно. Самые летние ароматы. Лук, помидорки, сладкий перец. Накрываем крышечкой, выключаем газ и оставляем еще на 2 минуты для того, чтобы сыр расплавился и вкус и ароматы смешались. Ура! Момент настал. Все уже совсем готово. Нам остается только посмотреть, какая красота у нас с вами получилась. И кроме того, что это невероятно вкусно, еще очень быстро готовится. Сейчас мы помидорочку перевернем. Лишние элементы извлечем. И теперь вооружаемся вилкой и ножом и разрезаем нашу супер-невероятную нежнейшую вкусноту. Вот такая красота у нас получается. Сыр, овощи и томатики. И еще, конечно же, соус, который у нас остался, мы с удовольствием, с огромным удовольствием используем в качестве гарнира. Вот такая простая вкуснота из самых обычных помидорок. Готовится, правда, очень быстро. Обязательно попробуйте, не пожалеете. Приятного аппетита! Вот такое поистине даже праздничное блюдо можно приготовить из самых обычных томатов, добавив немного тоже летних ингредиентов. Получается очень вкусно. И еще я это блюдо очень люблю за то, что начинку можно каждый раз менять и готовить ее буквально из того, что у вас оказалось в холодильнике под рукой. И тоже получится очень вкусно, сытно благодаря сыру. И, конечно, невероятно по-летнему. Если вам понравился рецепт, и вы так же любите томаты, как и я, обязательно поставьте лайк, оцените нашу работу. Если до сих пор не подписаны, конечно же, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. А вот здесь появятся еще наши новые полезные, интересные, ну и, конечно, вкусные видео. С вами была летняя Мария Мироневич. Я желаю всем любви, добра, ну и, конечно, замечательных летних денечков.